История о двойном убийстве на окраине города на улице Мало-Угреневской взбудоражила Бийск. Местные жители до сих пор пребывают в шоковом состоянии. Многие лишний раз боятся выходить на улицу. Оно и понятно, такого жестокого преступления здесь не припомнят. Страшно. Я работаю во второй смене. Знаете, как страшно вечером? Вот я хотела вас приспроситься. Как меня высаживают здесь? Я иду домой. Как это? Рано утром 22 октября местные жители возле одного из домов обнаружили бездыханное тело мужчины. Труп лежал прямо на дороге. Эксперты на теле убитого насчитали больше 20 ножевых ранений. Шансов выжить просто не было. В этот же день, но уже в поле, было найдено тело 18-летней девушки. Накануне вечером она ушла гулять с собакой, но домой так и не вернулась. Вот оно, то самое место, где с признаками насильственной смерти было обнаружено тело убитой 18-летней девушки. Неподалеку находится оживленная проезжая часть и буквально в сотне метров дом, где проживал подозреваемый. Очень много в социальных сетях писали о том, что преступник жестоко расправился со своей жертвой. Да, действительно это так. На теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Но вот что касаемо груди, то он ее не отрезал. Преступление, совершенное словно под копирку с предыдущим, стало основанием полагать, что все это дело рук одного и того же человека. Было сообщение о совершении тяжкого, особо тяжкого преступления. Сотрудники полиции, сотрудники иных правоохранительных органов выехали на место происшествия. И в ходе проведения следственных оперативных мероприятий лицо, совершившее данное преступление, было установлено. Слаженные действия следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции помогли в кратчайшие сроки раскрыть убийство, совершенные в условиях неочевидности. И сегодня утром 20-летнего парня задержали. По данным фактам, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по статье 105 Главного кодекса Российской Федерации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, мотив совершенных преступлений. Изучается личность подозреваемого. 20-летний бейчанин сейчас и сам находится в прострации. Возможно, он еще не до конца осознал, что именно совершил. Ну, работал у нас на фабрике. Ну, как работал? Пришел так это и загулял, короче, не ходил. Ну, неуравновешенный товарищ, что я могу сказать. А семья-то благополучная? Ну, семья, они все хорошо. Только вон у нас дурак и все. Вон дурак. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Андрей Сегаев. БИСК. Специально для наших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова